Мир глазами юного человека. В Одессе открылась выставка 15-летней художницы Лилии Дорошенко. В экспозиции представлено около 30 работ под общим названием «Я открываю свой мир». Примечательно, что родом девочка из Донецкой области и, как надеются организаторы выставки, ее рисунки станут своеобразным мостиком, объединяющим всю Украину. Ведь, несмотря на юный возраст, художнице и ее семье пришлось многое пережить. Какой он? Мир Лилии Дорошенко в сюжете наших корреспондентов. «Я открываю свой мир» – так называется выставка совсем юной художницы Лилии Дорошенко. Судя по работам девочки, мир ее наполнен сочными и яркими красками. Картины ее настолько жизнерадостны, что по неволе начинаешь улыбаться, глядя на них. Но посмотрите на этого дивного кота. Так точно передан его характер, поза и даже взгляд кошачьих глаз. Я пока что ищу себя в своих работах, но основная тема, которую я беру – это яркие и красочные картины, которые нравятся людям, чтобы они понимали, что в мире существует не только серая рутина, которую мы видим каждый день, а также и краски, которые могут улыбаться нам. И мы улыбаемся им в ответ. Любопытно, что Лилия – художник-самоучка. Рисует и пишет всего два года. До этого девочка занималась танцами. Если судить по количеству грамот и медалей, полученных на разных соревнованиях, это у нее получалось весьма успешно. Однако два года назад Лилия почувствовала потребность взять руки-кисть и начала писать картины, причем сразу маслом, что, согласитесь, для художника-самоучки большая редкость. Спросили дочь, чем ты хочешь заниматься? Вот видим, что пустота образовалась, что вот ей чего-то не хватает. Она – я хочу рисовать. Ну, давай попробуем рисовать. Предложили рисовать ей красками сразу маслом. Папа говорит – давай начинать маслом. Ну, в принципе, не получится, не получится, какая разница. Возьмем холст, попробуешь. Она попробовала, у нее немножечко получилось. Надо отдать должное таланту Лилии, а еще больше ее родителям, благодаря которым талант этот имеет возможность раскрыться. Ведь в городе Покровске, где живет Лилия, вообще нет ни одной художественной школы. И тем более ценно родительское внимание. Последние несколько лет городов, в котором живет семья Дорошенко, находится в Донецкой области. Совсем рядом идет война. На оккупированной территории оказались самые близкие люди. Война коснулась немного меня, но именно наш город – нет. Мы живем возле Донецка, Красноярмейск, сейчас Покровск. Но, к сожалению, у нас есть родственники, которые живут сейчас, на данный момент, в Днепропетровске. И их немного затронула война. Мы очень сильно переживали, и сейчас переживаем. На самом деле, сложно. Очень сложно, очень сильно за них переживаем, потому что много времени просидели в подвалах. У моего отца на глазах разорвало соседа снарядом. Это, можете представить, это очень страшно и тяжело. Возможно, потому так яркие, сочные, красочные работы девочки. Ведь человеческая психика и душа как могут спасать себя от пережитого стресса. Впрочем, талант девочки и ее работы помогают пережить страшные мгновения и многим другим людям, что особенно ценно. Здесь нет темных красок, которые всегда вызывают какой-то негатив, такое гнетущее впечатление оставляют. Здесь нет черного цвета, цвета крови нет. Хотя мы знаем, что девочка именно из Донецкой области. И вот то, что она нашла себя и находит в таком вот именно творчестве. И я только и желаю успехов, настроения и, конечно, счастья. Такую замечательную выставку привезли в Одессу киевляне. Среди многих других детских работ шеф-редактор журнала «Музей Украины» Наталья Иванченко выбрала именно лилию. Настолько ее поразило творчество художницы-самородка, сумевшей без чьей-либо помощи за два года овладеть самостоятельно техникой мазка. У нее получаются изумительные вещи. И в дальнейшем мы хотели бы ее привезти в Киев. Мы же в Киеве делали одну из выставок ее. И чтобы она училась в Академии искусств киевской. А что еще удивительно в картинах девочки, то восхитительное ощущение движения в проникающих сквозь листву солнечных лучах, в крыльях взлетающего самолета, в силуэтах танцующей румбу пары. Такой он прекрасный и восхитительный, теплый и красочный мир, открытый нам Лилией Дорошенко.